Участие в совещании принял и губернатор края Александр Ткачев. Минувшей зимой прокурорам Южного округа пришлось много внимания уделять вопросам соблюдения законодательства в сфере ЖКХ. И это касается не только необоснованного повышения тарифов. Обильные снегопады в Ростовской и Волгоградской областях, как отметили на совещании, показали полную неспособность властей оперативно ликвидировать последствия стихии. В прокуратуру поступили сотни обращений от граждан с жалобами. В округе выявлено 23 тысячи нарушений законодательства в сфере ЖКХ. Рост почти 70%. В целях их устранения внесено свыше 5000 представлений. По инициативе прокурора в дисциплинарной и административной ответственности привлечено почти 6000 виновных лиц. Возбуждено 103 уголовных дела. Не во всех регионах вода и тепло поставляются бесперебойно. Сохраняется риск банкротства ряда ресурсоснабжающих организаций. Ростовская и Волгоградская области также лидируют в рейтинге южных регионов, где не своевременно выплачивают заработную плату. Чаще всего раскрываются дела в срок в Краснодарском крае. А вот лидер по затягиванию расследований – Республика Калмыкия. Совы низкие показатели раскрываемости, как отметили на совещании, в Ростовской области. Губернатор края Александр Ткачев поблагодарил сотрудников прокуратуры за сотрудничество, особенно в части контроля за соблюдением законодательства, подчеркнув, какой огромный объем работы пришлось провести в Сочи в период подготовки к Олимпийским играм. Взаимодействия с друг другом мы смогли добиться не только игр, которые оценивают представители Международного комитета, и в целом весь мир как очень организованные, гостеприимные, но и безопасные. Огромный пласт работы был сделан, и прежде всего в вопросах миграционной политики. И хочу проинформировать вас, что более 5000 незаконных мигрантов были выдворены за эти буквально 2-3 месяца с территории края. И уровень преступности в Сочи и по краю в целом снизился в 2-3 раза. Более миллиона человек побывало на Олимпиаде вживую. И это, конечно, огромное количество, огромная цифра, и подчеркну, огромная ответственность. То есть, заверяю вас, что мы и дальше будем работать, взаимодействуя, мы и дальше будем строить экономику нашего края. Александр Ткачев также вручил высокие государственные награды заместителю генпрокурора России Сергею Воробьеву и прокурору края Леониду Хорженеку.